Всем привет, меня зовут Лёха Макликбес и в современном мире мы постоянно используем различные сервисы, в которых приходится регистрироваться, потом логиниться. При этом некоторыми такими сервисами мы пользуемся изредка и часто забываем от них пароль. Как же можно решить эту проблему? Конечно можно например использовать один простой пароль для всех сервисов, но это очень сильно снижает безопасность такого решения. Сегодня я хочу рассказать вам о прекрасной части экосистемы Apple это Keychain Access или связка ключей. Это стандартное приложение-сервис, которое есть как на macOS, так и на iOS. И я хочу рассказать, почему использование именно данного решения для меня является лучшим. Я прекрасно понимаю, что этим всем можно пользоваться и без экосистемы Apple. То есть можно использовать хранение паролей в Google или например использовать какие-нибудь агрегаторы типа One Passport. Но я считаю, что именно использование Keychain Access является оптимальным. Итак, что же такое связка ключей или Keychain Access и почему я считаю, что это очень удобная штука? Фактически это система хранения ваших паролей в безопасном зашифрованном виде. Для меня основными преимуществами является то, что во-первых эта система встроена в систему и за нее не нужно ничего доплачивать или где-то ее скачивать. Ну а во-вторых, просто потому что она кроссплатформенная и работает как на macOS, так и на iOS устройствах. Давайте для начала поймем, как же включить эту систему. По умолчанию эта система работает сама по себе, но для того, чтобы она синхронизирована была со всеми вашими устройствами, нужно включить ее в iCloud. И для этого нужно перейти в системные настройки, перейти в пульт iCloud, немного промотать вниз и убедиться, что включена галочка напротив связки ключей. В общем-то это все, что вам нужно сделать для того, чтобы эта вся система заработала на всех устройствах. Фактически для того, чтобы это заработал на вашем iPhone и iPad, вам просто нужно войти в одну и тоже учетную запись iCloud и там также включить связку ключей. Вот и вся магия и сейчас я вам покажу, как это работает. Предположим, что я нахожусь на каком-то сайте, вот например, я хочу зарегистрировать Adobe ID. Мне предлагается ввести пароль, который будет содержать различные символы для того, чтобы он был более безопасным. Сама же компания Apple поможет мне с тем, чтобы это все было более безопасно и если я просто кликну по полю с паролем, мне предлагают ввести в качестве пароля вот такой вот сложный пароль. Это конечно здорово и он действительно является очень безопасным и злоумышленнику будет очень сложно подобрать такой пароль, но согласитесь также с тем, что этот пароль просто невозможно запомнить. Но в случае с использованием связки ключей нам это и не нужно. Смотрите, я просто выбираю этот пароль и нажимаю зарегистрироваться. Все, моя учетная запись Adobe ID создана. И теперь если я нажму выйти и захочу зайти вновь или, например, зайти с какого-то другого устройства, то мне уже не нужно будет ничего делать. Моя связка ключей уже запомнила этот пароль, запомнила мой адрес электронной почты и фактически все, что мне нужно сделать, это нажать вход. Как видите, это все очень просто и работает просто автоматически. И например, если я возьму, открою свой iPad и перейду в Safari, на тот же сайт Adobe, нажму войти, мне также автоматически будет предложено войти, потому что связка ключей знает уже мой пароль. То есть еще раз, самое главное, что я хочу вам сказать, что это просто работает и вам ничего не нужно делать. Но иногда возникает такая ситуация, что вам просто нужно вспомнить тот пароль, который у вас был вбит в каких-то сервисах. И сейчас я вам расскажу, как это можно сделать. Я открою ланчпад и просто напишу связка ключей. И открою это приложение, оно стандартное и есть на любом компьютере с macOS. Здесь я могу посмотреть список всех моих паролей и каких-то сертификатов, которые устанавливаются в систему. Но если я захочу просто вспомнить какой-то определенный пароль, я просто в поиске забью Adobe. И вот как раз я нашел этот сохраненный пароль. Как вижу, что это тип пароль веб-формуляра. Если я по нему кликну два раза, он покажет с какого сайта это все взялось и также некоторые подробности. Я вижу, что учетная запись, она является адресом моей электронной почты. И если я нажму показать пароль, и здесь очень важный момент, так как связка ключей хранит все ваши пароли в шифрованном виде, то вам потребуется ввести пароль от учетной записи, в которой вы сейчас залогинены в macOS. В данном случае я ввожу этот пароль и у меня открывается пароль для моего Adobe ID. И если надо, я вам могу скопировать, переписать и сделать с ним что-то другое. В данной ситуации очень важно понимать, что если вы, например, смените пароль учетной записи в macOS, то феска ключей не будет работать с новым паролем. Она будет требовать ваш старый пароль. То же самое касается ситуации, когда вы, например, забыли пароль от вашей учетной записи в macOS и сбросили его через систему восстановления. В таком случае связка ключей будет фактически неактивна до тех пор, пока вы не введете свой старый пароль. И если вы захотите ей пользоваться в такой ситуации, то вам ничего не останется, кроме как полностью сбросить связку ключей и потерять все сохраненные в ней пароли. И на самом деле это правильная ситуация, потому что если злоумышленники получат доступ к вашему компьютеру, сбросят пароль от учетной записи и попадут в систему, они не смогут получить доступ к вашим паролям. А ведь в связке ключей, помимо прочего, можно сохранять данные ваших банковских карт и осуществлять таким образом платежи. И вот представьте, что будет, если злоумышленник получит доступ к этим данным. Поэтому, если вам вдруг понадобится сбросить связку ключей, то вам нужно будет зайти в меню связка ключей, настройки и нажать кнопку восстановить связку по умолчанию. Тогда все ваши пароли будут сброшены и вы как бы начнете ввести новый архив ваших паролей с нуля. Кстати, если вы хотите посмотреть какой-либо пароль прямо на вашем iOS устройстве, то вам нужно зайти в настройки, перейти в пункт сафари и тут есть пункт пароли. Для того, чтобы получить доступ к этим паролям, вам нужно будет обязательно либо ввести пароль, либо, как в моем случае, прикоснуться пальцем для того, чтобы открыть Touch ID. И далее вы также можете видеть доступ к различным сервисам и можете воспользоваться поиском. И тогда, открыв любой из этих сервисов, вы увидите свой пароль. Естественно, вам я их сейчас показывать не буду. Вот и все, что я хотел бы рассказать вам о хранении паролей. И если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели еще услышать на моем канале. И всего вам доброго!